Добрый день, дорогие друзья! С вами программа про еду и я, Геннадий Иозефевичус, человек, который еще помнит работающими рестораны. Задача нашей программы – разнообразить ваш рацион, разнообразить ваше времяпрепровождение. Мы просим ведущих шеф-поваров нашей страны, закупив продукты в сетевых супермаркетах или заказав их онлайн, приготовить какое-то ресторанное блюдо, которое не требует особых усилий и команды су-шефов для того, чтобы его воспроизвести в домашних условиях. И сегодня с нами готовит, пожалуй, самый знаменитый шеф нашей страны – Владимир Мукин. Шеф-повар ресторана «Белый кролик», который занимает 13-ю строчку в мировой табеле о рангах, а сам шеф-повар находится в десятке лучших поваров мира. Володя, дорогой, здравствуй. Привет, привет, Геннадий Иозефевич. Чего мне не хватает? Мне не хватает в жизни, в заперти нескольких блюд. В том числе, мне не хватает твоей окрошки. О, окей. Сыграем? Да, давай сыграем, в принципе. Это же не страшно, если мне придется что-то заменить. Наоборот, мы, так сказать, скажи, какие основные продукты потребуются нам? Нам нужен рассол, нужно немного кинзы, петрушки, зелени всякой, которая есть у вас в огороде. Если вы рядом у нас есть огород, можно в любом супермаркете на любом приобрести. Ну, грибы, любые соленые грибы, маринованные тоже. А, квас или кефир? Нам это не понадобится. У нас есть суперпробиотика, это рассол огуречный. Он как раз будет стартером для нашей окрошки. Мне нравится этот подход. Спор между кефиром и квасом мы решили в пользу огуречного рассола. Тогда, Володь, отправляйся в магазин или заказывай по интернету, и дай мне знать, когда продукты окажутся у тебя, и мы снова выйдем на связь. Давай так сделаем. Как ты сходил в магазин? Удалось ли тебе все найти? И если ты что-то не нашел, чем ты заменил? Слушай, я все заказал в онлайн-магазине. Челеперчика там не оказалось, оказывается, суперпопулярный продукт. Сейчас все начили, что на себя думают. Я заказал себе халапине маринованную. Я заказал себе, хотел найти грибочков белых груздей, соленых. Там их не было, но нашли себе маслята. Вот, собственно, я ими заменил. А так, в принципе, соленые и зеленые томаты ко мне приехали. Рассольчик, немного сметаны, лука. Дорогущий имбирь, который как биткоин буквально, мне кажется, сейчас стоит. Немножко разной зелени, не поверишь, но я собрал крапивы. И вот если вы, например, где-то рядом за городом живете, можно собрать крапиву, сейчас самое время. Если нет, то можете заменить кинзой, петрушкой и зеленый лук. Я думаю, окрошечка сейчас в самый раз зайдет. Я собрать ее решил по своему рецепту из-за рассола. А это неспроста, потому что это же дезинфицирующее средство, по большому счету, и чистый пробиотик, который помогает нашему кишечнику восстановиться. С этой стороны экрана я уже весь слюнями и зашел. А если я вот такая баночка с зеленым ароматом... Перестань, я чувствую этот аромат. Берите этого человека из эфира, я не могу на него смотреть. Если я покажу тебе банку с огурцами от тещи... Ой, не могу. Иногда мы рассол куда-то удеваем, и я однажды прочитал, что окрошка настоящая русская готовится на рассоле как раз, или на квасе, или все по-разному. Я решил воссоздать... Я уверен, что ты сам же это и написал, а потом прочитал себя. Друзья, я должен вам сказать, если кто-то еще вдруг не знает, что Владимир Мухин — это солнце русской кулинарии. Файд, файд, я уже покраснел. В общем... Я не заметил, кстати. У меня просто загар лег уже. Я только на улице... Да-да-да-да. Я думал, начнем из грибов. Грибы маслята. Я туда к грибам добавил немного укропчика. Немного сухого укропчика у меня здесь валяется. Я иногда раков варю с сухим укропом. Это очень вкусно. И ловушечку одну я положу сюда. И залью все это дело маслом. Ну, у меня под рукой оливковое. Конечно, идеально нерафинированное какое-нибудь подсолнечное все зайдет. Но меня я не нашел. Мне пришлось оливковое масло заменить. Юга России. Да. Невероятно, да? А вот масло в магазине невозможно купить. Оливковое есть, а вот растительного хорошего нет. Сразу должен реплику выдать по поводу укропа. Один мой английский приятель, каждый раз приезжая в Россию, у него была русская жена. Он говорил, послушайте, русский, но почему вы всюду кладете свой укроп? Ты знаешь, это, наверное, русское. Потому что итальянцы тоже ненавидят. Ты знаешь, анет, они его называют анет. Да. Короче, я взял зелень, укроп. Я положил, ты видишь, к грибам. И он нам не пригодится. Я только отдаю свой аромат грибочкам. Это желательно сделать за день до того, как вы будете делать окрошку. Можно лаврушечку положить, кстати, немножко ее поджарить на сковородке, чтобы она аромат свой отдала. Как индусы делают. Да, 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 это классно. Нарезал кинзу, петрушку и немного зеленого лука. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно с вами в стакан для блендера слить сюда рассол. Тот самый рассол, про который я с вами говорил. То есть жидкость составляющая. Мы берем рассол. Смотри, только не пролей. А то... Я не переживаю, не переживаю. Мне все. Мне совсем будет. По счету. И там, кстати, даже если какие-то маринальники оттуда добавятся, чесночок, сегила, это окей. Итак, я сливаю туда ценный, очень ценный продукт. Это рассол от Amazing Cucumbers, моих соленых огурцов, которые я по ночам иногда поедаю. У меня теща просто какие-то невероятные огурцы делает. Я не знаю, она не раскрывает мне секрет. Я ее два раза пытал. То есть все-таки у тещи можно чему-то научиться? Да. Это при этом, дорогие друзья, что сам Володя из поварской династии. Итак, мы рассол загрузили. Теперь к рассолу кидаем зелень, которую я нарезал. Добавляем туда зеленых помидоров соленых. Такие, знаешь, бывают, дочковые продаются. Нарезаю зеленые томаты. Они очень сочные, поэтому острый нож выбирайте, чтобы сока много не вырезали. Кстати, дорогие друзья, точить нож меня научил Володя. Для меня было открытием, что нож точится только с одной стороны. Правильный нож правильно точится. С тех пор так и делаю. В общем, крапиву, видишь, руками рву. Она молодая, не ждется никогда. То есть она прям такая вкусная. Ее, может, даже в салат нарезаю. И туда тоже добавлю. Она даст, конечно, свой аромат невероятный и вкус. Добавляю туда немножко фалопеньо, перчиков маринованных. Ну, три кружка таких. Возьмем молодой чеснок. Это, конечно, невероятно. Это вот бывает только один месяц в году. Резубочка чеснока прямо вот, прямо кидаем, прямо туда. Немножко имбиря я нарезаю. Валютного. Валютного. Валютного имбиря, да. Он даст, во-первых, иммунитет поднимает, что очень важно для этого часа. А во-вторых, он, ну, чертовски приятный, у него такой вкусный вкус, обыграл. Добавим сюда... Немножко, немножко азиатское. Скорее, даже латиноамериканское, я бы сказал. Лечи де тигр, знаешь, делают. Ну да, у тебя, собственно говоря, то, что ты сейчас делаешь, похоже на то, как меня когда-то учил Верхилио Мартино сделать лечи де тигр. Абсолютно похоже только, что у него, у бедного не было настоящего рассола. Да-да-да, он заменяет это лаймом. Мы им рассолом, лайм заменим рассолом. Берем немного лука, лука шалот лучше брать, потому что белый лук, он, у него вкуса лука очень много и сладкий он. Да, согласен. Нужна сладость, то лук добавляйте. А если нужен вкус лука... А есть ли у кого-то крымский красный лук? Крымский красный тоже пойдет. Ну, прикольно он будет. Друзья, то, что мы с Володей вспоминаем латиноамериканскую кухню, а именно лечи де тигра, что переводится как молоко тигра, именно так в Перу называют соус, который остается после того, как севиче, то есть чуть подмаринованная сырая рыба съедена. И вот этот маринад, соки рыбы, специи, которые использовались при приготовлении севиче, вот это называется лечи де тигры. И считалось это и афродизиаком, и медицинским средством. И люди, съев севиче, закусив, скажем, кукурузу или бататом, потом выпивали жадно этот рассол, ровно так, как мы выпиваем 1 января, проснувшись, рассол из банки со съеденными огурцами. Да. Дальше я добавил 3 зернышка таких черного перца туда. Возьмем сметану, немного хрена. В банке такой, знаете, продается хрена, точно. Смешаем со сметаной вместе. Я немножко добавлю сюда соли. Я добавляю гималайскую. Кто хочет, может, четверговую. Мы сожгли в нашем ресторане. Четверговая соль – это черная сожженная соль, которая в России готовилась на чистый четверг. Считалось, что она не только позволяет придать соленость блюду, но и защищает хозяев, которые владеют этой четверговой солью. Итак, мы немного лимона. Абхазский вишень, или узбекский, можно взять сладкий такой лимон. Я его туда выжимаю. Единственное, что сисечка поставил, потому что косточки, они горчат. Поэтому косточки не нужны. А вот с лимонным соком – соль. Мы закрываем блендер, собственно, крышкой. И включаем блендер. Все. Мы немножко попробуем по вкусу, что у нас там вышло. Чтобы довести до вкуса, иногда будет больше соли, меньше соли. К сожалению, не мы с тобой, а ты без меня. Итак, я сейчас процеживаю. Вот этот вот жмых, который остался, мне кажется… Да, мы его сходим. Извините, конечно, но я попробовал. Это очень вкусно, кстати, тоже. Но я процежу. Я, конечно, вместе. Да, это прям, знаете, вот реально окрошка. Не хватает только сметаны, которую мы с вами смешали с хреном, сейчас ее добавим. И грибочки. Теперь у нас такой есть вот прекрасный напиток. Эликсир, я бы сказал, назвал даже. Эликсир, друзья. Молодость, такой зеленый весь. Хлорофилла, кстати, здесь очень много. А хлорофилл укрепляет легкий сейчас. Так это важно. Далее мы теперь возьмем немножко свежего огурчика. И я вот почистил, видите, да? Немножко с тобой этот огурчик нарежем. Серединку вычищаешь из огурца или оставляешь? Нет, я вычищаю, но сегодня я не буду. Это, я считаю, кощунство. Да. Итак, сейчас мы с вами будем собирать наше блюдо. Что я сделаю? Я положу сюда немного сметанки, вот это с хреном, прям вниз. Немного грибочка, пища, я положу сюда. Теперь возьмем нарезанного огурчика, вот этого, да, и прям с тобой так аккуратно сверху рассыпем. Возьмем немного крапивы, раз она у меня есть. Рассол, зеленью, эликсир, так скажем. Мы с вами наливаем. Так, чтобы грибочки было видно немножко осталось. Мне хочется в экран туда просто залезть. Да. Да ну тебя. С ума сойти могут, с ума сойти. Пожалуйста, перечисли еще раз все ингредиенты, которые вошли в эту окрошку. Для окрошки вот этого зеленого рассола нам понадобится рассол огуречный, рассол от помидоров, немного зеленых томатов, три зернышка черного перца, три молодых чесночины, пол лимона, немножко имбиря, немножко лука-шалот и зелени, много зелени разных. Можно взять чили-пирец. Я взял уже халапеньо маринованную и все это дело в блендере взбивал буквально минуту, наверное, две на высоких оборотах, чтобы вытащить весь аромат, вкус в рассол из этих ингредиентов. Отдельно я замариновал грибочки. Для этого грибочки я погрузился немножко с укропом, лавровым листом. Его можно обжарить предварительно. И грибочки замариновать, хотя бы за ночь надо до мероприятия этого. И они будут такие более ароматные. Огурчик я просто почистил, нарезал кубиком, в поднесе положил сметану, которая смешалась с хреном. И все. Можешь показать мне, что получилось? Да. Покажу тебе. Не расплескай только, пожалуйста, а то мне будет в двойне обидно. Там все лежит. Я даже название придумал пока для этого. Так, давай. Ну, так как это окрошка времен коронавируса, то это у нас будет окорошка. Окорошка. Ты знаешь, пока ты придешь название, я не смогу держаться и все-таки попробовать прекрасное блюдо. Ну, давай, скажи нам, как получилось. Вау. О, Ген. Не могу больше смотреть, наверное. Где так жил? Спасибо, Володя. И до встречи уже все-таки оффлайн. Гена, напиши адрес, тебе окрошка отправлю. Хорошо. А вот друг мой Вова Мухин услышал мои мольбы. Прислал свои окрошки. Сейчас все съем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok